12 марта в манеже «Красная звезда» прошли всероссийские соревнования по Тхаквандо МФТ Кубок Сибири. На 9 даянгах состязались 1969 спортсменов из 24 регионов. Это рекорд соревнования по числу участников. Вставая на путь спорта, вы не ошиблись. Это вам в жизни даст очень много, поэтому тренируйтесь, тренируйтесь усердно, слушайте своих тренеров и обязательно добивайтесь успеха. Причина такой массовости – это люди. Их правильное видение, их правильная работа – это результат всегда коллективный. И вот результат мы видим, мы каждый раз думаем, что не может быть постоянный рост. Обычно бывает все волнообразно, есть эффект отката. Вот в Омске этого эффекта отката мы не видим. С каждым годом все больше, 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 больше новые горизонты достигаются. Это, конечно, здорово. Самый зрелищный момент соревнований – показательное выступление по Тхаквандо МФТ, где спортсмены продемонстрировали приемы самообороны и мастерство разбивания твердых предметов. Спортсмены состязались в дисциплинах туль, специальная техника, спарринг, разбивание досок и силы удара и постановочный спарринг. В соревнованиях по силе удара тхаквандисты демонстрировали свою подготовку при помощи электронного силомера. Несколько омских спортсменов показали высокие результаты. Я много тренировался и мне очень нравятся силы мел, потому что туда можно все свои эмоции выложить, со всей силы ударить. В каждый удар я вкладываю ярость, эмоции. Я очень довольна своим результатом – 158. Ну, возможно, я выбью еще больше на следующих соревнованиях. В дисциплине туль спортсмены выполняли движения в определенной последовательности, соблюдая основные принципы действий. Это четкие перемещения и развороты корпуса, концентрация, правильное дыхание, баланс в стойках и движения. Я занимаюсь тхаквандо почти 5 лет. В туле я очень хороша и занимаю многие призовые места, в основном первые. Это отличное соревнование. В своей композиции я использовала динамику и концентрацию, делала четкие и сильные движения, все правильные повороты и упругие стойки. Солидное количество наград разыгрывалось в спарринге. В этом виде программы соревновались тхаквандисты старше 10 лет, начиная с зеленого пояса и выше. Спортсмены всех регионов показали хороший уровень подготовки. В медальном зачете лучшие результаты показали тхаквандисты Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Субтитры создавал DimaTorzok